сегодня у нас довольно своеобразная тема в общем мы назвали и духовные корни аутизма хотя я даже не знаю как бы было правильно назвать ну ладно я даже не сказал что это лекция то есть я как бы с вами поделюсь своим опытом своим знанием то что вот я как бы вижу и то есть это результат моих моего как бы опыта моего анализа во первых что такое духовные корни то есть вообще почему эта тема возникла эта тема возникла в первую часть потому что большинство родителей в какой-то момент приходит и спрашивает а что такое я сделала или сделал что вот такое случилось с ребенком и как бы даже если изначально человек стоит вот казалось бы на сугубо таких медицинских научных позициях в какой-то момент это все равно вылезает то есть никуда не деться где-то в подсознании сидеть что вот что-то пошло неправильно на уровне более высоком чем как бы то к чему вот мы привыкли то есть чем вот тот уровень который мы привыкли ощущать как бы щупать трогать делать и так далее и вопрос этот очень интересный потому что надо сначала разобраться а что такое дух то есть если есть духовные корни да то значит мы все как-то предполагаем что имеется нечто которое называется духом и вот именно в этом духе произошли какие-то поломки какие-то такие искажения которые привели к тому что с ребенком вот это случилось и поскольку это вопрос все время возникает то нужно сначала как бы определиться сознанием что же это такое и тут я хочу сказать одну вещь что мы люди как бы мы рождаемся с определенным набором инструментов с помощью которых мы познаем этот мир то есть помощью которых мы его воспринимаем с помощью которых мы в нем действуем и так далее то есть все знакомые да в школе учили пять органов чувств что там у нас еще есть да в общем есть например зрение и каждый кто этим интересовался он знает что мы можем воспринимать свет то есть длину световой волны только в определенном диапазоне то есть все что находится вне этого диапазона мы не воспринимаем но тут как бы напрашивается следующий вопрос все ли люди видят все одинаково да в общем очевидно что нет потому что мы знаем вот этот человек у него зрение лучше вот этот человек у него зрение хуже да при этом есть какие-то скажем общие вещи с которыми не спорит никто то есть вот например скажем есть люди которые там не различают красный какой там зеленый цвет дольтоники их называют но тем не менее как бы поскольку их меньшинство и большинство людей эти цвета видят то существует как бы общий консенсус что существует красный цвет и зеленый цвет и которые его не видят у них как бы есть ополнение вот а существует и обратная как бы ситуация есть люди которые видят скажем так немножко больше чем средний диапазон вот этой вот световой волны таких людей иногда называют экстрасенсами иногда их там называют еще как то в общем короче не важно не суть иногда это просто люди с острым зрением то есть скажем человек который видит там конкретные циферки там определенного размера с определенного расстояния ему ставят там стопроцентное зрение да а если он видит под этими циферками там еще более мелкие циферки и буковки то ему ставят там 110 процентов 120 процентов и так далее да вот это я для примера то есть про себя я скажу что я в молодости набирала 170 процентов да вот сейчас конечно уже глаза не те но не суть это просто для примера что как бы каждый из нас видит что-то в каком-то диапазоне и не видит все что как бы вне этого но у нас есть не только зрение у нас есть еще и слух у нас есть еще и осязание и у нас есть еще скажем так нас есть и другие чувства которые возможно как-то не определяются так вот четко может уже определяются просто я не знаю то есть вот когда мы то что называется брюхом чую или вот спиной чувствую это вот она самая да то есть вот чувствует наш организм чувствует наше подсознание и выводит это в сознание в том скажем так в том количестве в каком может что что-то есть еще и собственно скажем так подавляющее большинство людей чувствует что этот мир не ограничивается тем что мы видим и трогаем то есть есть какие-то уровни скажем так то есть если мы договоримся считать что вот то что в среднем человек видит и там осизор это ощущает воздействует что это скажем некий человеческий уровень то есть какие то другие уровни которые воздействуют на нас и то есть мы видимо тоже как-то воздействуем на них но мы этого не всегда видим то есть мы видим потом какие-то последствия то есть мы не видим прямое действие а мы видим результат такие вещи очень часто называют кармой, еще там я уже, честно говоря, подзабыла там все эти термины, потому что уже столько развелось всех этих учений, что даже уже, наверное, не объять это необъятное. Но это, в общем, не очень важно, потому что для нашей лекции сегодняшней важно только одно, что есть в каждом человеке что-то еще, что как бы мы не привыкли воспринимать, но оно есть и оно влияет, и зачастую оно определяет нашу жизнь. И, скажем так, это некий другой уровень. И вот именно этот уровень принято называть духом или душой. Собственно, мой личный опыт, он, скажем так, это опыт целительский. Я всегда как бы старалась четко соотносить вот то, что я ощущаю, то, что я как бы воспринимаю, и то, что видит, скажем там, какой-нибудь УЗИ или МРТ, да, это очень полезная штука, потому что можно четко проследить, как, скажем так, какие поломки возникают вот в этом вот более высоком слое, при том, что есть поломки на уровне физического тела. То есть в этом смысле я бы сказала так, что вот то, что мы называем духом, оно вполне материально. Ну, или, если хотите, то наоборот. Все, что мы, так сказать, видим и щупаем, оно тоже духовно. То есть это просто разные уровни проявления духа. То есть наше тело – это некая концентрация духа, а то, что принято называть душой, это просто его, так сказать, другие уровни, другие слои, которые вот на уровне концентрированного духа мы не воспринимаем. Так что же у нас, собственно, происходит с аутизмом? Если мы понимаем, что, в общем, тело и дух, они на самом деле едины и неделимы, то есть они, в общем-то, одно и то же. То есть, скажем, если, например, есть водяной пар и есть вода, это одно и то же или это не одно и то же? Скажем так, водяной пар превращается в воду при охлаждении. Но если воду нагреть, она превратится в водяной пар. То есть это как бы одно и то же вещество, одно и то же, как бы одна и та же суть. Но при этом мы получаем две совершенно разные как бы субстанции. Мы получаем либо воду, либо пар. Так и с человеком. То есть есть наше тело, которое как-то действует, что-то делает. есть более тонкая как бы субстанция, которая, скажем так, она вокруг этого тела, она вокруг всего, но она другая немножко. При этом возможно ли воздействовать на водяной пар? Ну, какими-то методами да, возможно. Хотя на воду воздействовать проще. Мы воду можем заморозить, можем мы эту воду вскипятить, можем сделать из нее чай, можем там варенье в нее положить. Собственно, так и с человеком. С телом работать проще. Почему? Потому что весь инструментарий, с которым мы привыкли иметь дело с рождения, он, в общем-то, концентрируется именно на этом уровне. Можно как бы вспомнить множество экспериментов, которые проводились именно вот чтобы понять, что есть душа, какие есть у нее возможности. Было множество экспериментов, и у них бывали очень интересные результаты. Просто все это о чем? О том, что если всерьез это все исследовать, то можно совершенно научными методами подтвердить, что да, тело человека, оно не само по себе, есть что-то еще, и вот это еще, оно на нас влияет, а мы влияем на него. Так о чем мы, как бы, в чем суть этого дела, что да, мы влияем на нашу душу, душа влияет на нас. Что происходит, когда человек заболевает? Собственно, происходит одно из двух. Вопрос, на каком уровне причина вот этого заболевания? Допустим, возьмем незабвенный наш ковид, да, кто-то на нас чихнул, и мы заболели. Если у нас все целое, то есть, как бы, целая душа, целое тело, то мы выздоровеем. Ну да, мы почихаем, мы там покашляем, не знаю, возможно, мы по температуре, но выздоровеем. Теперь, что происходит, если, скажем так, уже имеется какая-то поломка? Вот, когда имеется поломка, она имеется, опять же, на каком уровне? Если это на уровне твердого тела, так сказать, густого, то большинство шансов на то, что мы-то снова выздоровеем. Возможно, поболеем более тяжело, но выздоровеем. А вот если у нас поломка где-то уже в более высоких, так сказать, сферах, на более высоком уровне, то есть уже в самой душе, то здесь уже все будет гораздо сложнее, потому что исход заболевания будет зависеть от того, какая именно эта поломка. И это касается, собственно, любого заболевания. Это касается онкологии. Вот, скажем так, мой опыт работы с онкологическими больными говорит о том, что онкология никогда не садится на здоровый орган. То есть для того, чтобы где-то выросла опухоль, необходимо, чтобы этот орган был уже изначально поврежден. то есть вот самый такой яркий пример, наверное, это печень, да, рак печени. То есть рак печени на здоровье печени никогда не возникает. Для того, чтобы он там возник, сначала эта печень должна очень сильно повредиться. Каким образом, собственно, это уже не очень важно. Бывают повреждения, связанные там с какими-то вирусами, бывают повреждения, связанные с избыточным приемом каких-то лекарств. И то, как бы, печень это очень такой прочный орган. Он с удовольствием восстанавливается, его, скажем так, его очень сложно убить. Но если все-таки так сложились обстоятельства и жизнь, и человек как бы не задумывался на эту тему, то можно повредить. И тогда как бы печень начинает болеть. И там уже дальше есть стадии, которые вполне могут завершиться и, скажем, онкологией. Еще пример. Да, собственно, все примеры, которые я приведу, они все из этой же серии. То есть любое заболевание, которое как бы превращается в тяжелое, оно говорит о том, что где-то произошло повреждение на более глубоком уровне или там этот орган уже не был здоровым. Когда мы говорим про аутизм, то тут у нас есть, скажем так, много, опять же, аспектов. То есть ребенок может родиться абсолютно здоровым и пострадать позднее. В какой-то момент у нас доктор Рима расскажет нам про инфекционные заболевания, которые приводят к повреждениям центральной нервной системы. Это одна ситуация. Бывают ситуации, когда ребенок как бы страдает уже в животе у матери во время беременности. И эти две ситуации, они как бы абсолютно разные, потому что там разный механизм с точки зрения того, что происходит на уровне души. И могут быть разные результаты. То есть, например, если ребенок страдает в утробе матери, то что-то пошло не так с самой матерью, почему это пошло не так, то есть, где-то произошло повреждение. Очень многие женщины испытывают чувство вины. Они потом терзаются, они говорят, что я такого сделала, за что это мне. Скажем так, с моей точки зрения, это вопрос абсолютно некорректный. То есть, ни за что. Нет такого, никто не виноват. Просто произошло некое повреждение. И поэтому, скажем так, организм душа матери не смогла создать для ребенка достаточную защиту для того, чтобы он развился до конца. Кто в этом виноват? Да никто. Это с одной стороны. С другой стороны, иногда попадаются интересные ситуации, которые сходу не объяснишь. Например, можно проследить, что в некотором роду проблемы накапливаются. Что-то делала бабушка, потом что-то делали родители, потом рождается прабабушка, потом рождается либо внук, либо правнук с такими проблемами. Причем видно, что именно действия самих предков приводят к тому, что что-то портится. Наверное, именно так работает то, что называется карма. То есть, человек производит какое-то действие, а это действие, оно, скажем так, он не был сам с собой согласен на это действие. И происходит некое повреждение на уровне души. Человек живет дальше, но как повреждение накапливается, оно, возможно, переходит на более высокий уровень. Следующее поколение, оно вместо того, чтобы это исправить, собственно, скорее всего, если бы оно исправило, то, наверное, ничего бы дальше не случилось. Но оно вместо того, чтобы исправить, оно тоже делает какие-то поступки. И вот та поломка, которая заложилась в прошлом поколении, она вместо того, чтобы исправиться, усиливается. И таким образом накапливается вот эта поломка, и уже когда доходит до какого-то уровня эта поломка, происходит переход количества в качество, и на каком-то уровне уже все, приходит ребенок, который не может родиться с целой душой, то есть душа ломается по дороге сюда. Собственно, такие случаи, к счастью, попадаются нечасто, то есть основная масса случаев это все-таки, скажем так, достаточно случайные вещи, то есть, опять же, это там какая-то экологическая обстановка, возможно, там какая-то неграмотность родителей, возможно, еще что-то или просто не повезло, но иногда, да, иногда бывает. Причем, скажем так, поступок, допустим, в третьем поколении, он может быть совершенно не связан вот с этим больным ребенком. То есть, были у нас интересные примеры. Сейчас я поищу, где они у меня тут. Ну вот, например, такой пример довольно распространенный, к сожалению. К счастью, он не всегда приводит к таким трагическим последствиям, но пример такой, что, скажем, какая-то бабушка или прабабушка очень разделяет между сыном и дочерью, и дочь получает бешеный комплекс неполноценности. И дальше вот этот вот комплекс неполноценности, он через два поколения кончается, заканчивается, собственно, рождением ребенка с ДЦП. Я говорю, такое происходит, к счастью, редко, и возможно, это просто сложно отследить, но иногда, когда это возможно оказывается, отследить, то очень интересно. Иногда возникает, скажем так, связь с абортами, которые происходили в предыдущих поколениях. Тоже это не всегда, то есть, видимо, это зависит от того, насколько женщина терзалась потом чувством вины или не хотела. В общем, сложно это все очень сказать, и, скажем так, я предпочитаю про эти вещи не очень думать, не очень на них концентрироваться, потому что, если можно что-то исправить вот сейчас, скажем, да, вот родился больной ребенок, что мы теперь с этим делаем, да? Если это можно исправить сейчас, я считаю, что надо исправлять сейчас и не особо заморачиваться тем, почему. И единственная причина, почему можно, так сказать, думать об этом, это чтобы следующий ребенок родился здоровым. Это вот единственная причина, потому что лично я не вижу большой необходимости вот в этих исследованиях вот как бы в таком поколении этот виноват, этот не виноват, я виновата, я не виновата, вот что же мне теперь делать, и вот я буду свою вину теперь нести и отрабатывать. Это неконструктивно. Поэтому я считаю, что самое главное это понять для себя, что делать сейчас, как добиться того, чтобы ребенок снова стал здоровым. В конце концов, эти дети приносят нам очень много уроков. Они дают нам возможность расти, они дают нам возможность исправить вот те наши поломки, которые сделали либо мы, либо которые мы получили, так сказать, от предыдущих поколений. Ну, в общем, как бы тема это вот такая сложная, и я считаю, что в общем духовные корни, они вот примерно я рассказала, поэтому, наверное, будет хорошо, если вы будете задавать вопросы, потому что, в общем, то, что вот мне казалось правильным, я сказала. Юсеф, можно я, пожалуйста? А потом я. А, Рибочка, давайте тогда вы. Юсеф, ну, во-первых, очень такой, знаешь, интересный подход с точки зрения, что действительно поломка как бы организма с точки зрения заболевания и поломка организма с точки зрения души, то есть спасибо, мысль вообще просто необыкновенная. А скажи, пожалуйста, что ты думаешь по поводу несостоявшихся беременностей и выкидышей? Ты понимаешь, тут очень тоже интересный момент. Значит, иудаизм считает, что когда женщина беременеет, то души ребенка там еще нет. Она приходит только на сороковой день. То есть все, что все выкидыши, которые произошли до сорокового дня, это практически... Это поломка мамы. Нет, скажем так, это технический сбой. Сбой. Вот. То, что дальше, это уже более серьезно. И там уже как бы, ну, как правило, эти выкидыши, они происходят примерно либо до, либо потом уже ребенок либо развивается, либо это уже гораздо более сильная ситуация. Вот. Поскольку я, так сказать, вот когда работаю, то я ощущаю именно вот эту вот, скажем, связь с душой и вижу, где именно поломка, то я могу точно сказать, что соединяется, душа соединяется с телом, собственно, душа выращивает это тело. И основной механизм для вот этой связи это центральная нервная система. И поэтому, вот, например, очень четко ощущается и видно мне во время моей работы, что у большинства детей, у них нарушается связь как бы основной артерии, которая, то есть это область в районе основания затылка и шеи. То есть именно там находится вот главный как бы узел. Потом оттуда уже расходится по всему телу. Но если там есть какое-то нарушение, какая-то поломка, то у ребенка будут большие проблемы. Собственно, не только у ребенка, у взрослого. У взрослого просто все вот эти вот пути, они гораздо более как бы широкие, гораздо более уже разработанные, но взрослые. И поэтому взрослому требуется гораздо более сильное воздействие для того, чтобы получить такой же результат. Скажем так, не дай бог никому. Ну, в общем, скажем, вот при некоторых травмах там головы или тела это можно наблюдать тоже. И поэтому иногда вот бывают совершенно чудесные спасения, то есть человек попадает в лобовую аварию на мотоцикле и собственно он по всему должен умереть, а он не умирает. Почему? Потому что сохраняется, как бы не пострадала вот эта вот основная базовая связка, и она восстанавливает все остальное. То есть да, человек потом выходит с убытком, конечно, у него там есть какие-то повреждения, но он вместо того, чтобы погибнуть или остаться стопроцентным инвалидом, он вполне функционирует и в общем, скажем, врачи говорят, ой, медицинское чудо произошло. Я прошу прощения, Рисерфа сейчас рассказала в том числе про одного нашего знакомого. Это совершенно реальный случай, Реальный случай, да. И человек известный достаточно в интернете своем публике. Ну, неважно. Давай, мы сейчас не будем никаких имен называть. Потому что это конкретный случай. Да. Настя, давай ты, потом опять я. Я хотела, знаете, что спросить. Я, конечно, не сторонник того, чтобы рыться вот в этих вот моментах, я прошу прощения. Я просто задам такой немножечко провокационный вопрос. Мне просто, извини, пожалуйста, Настя, просто это как продолжение того, что говорил, спрашивал доктор Рима и СФА. Вот очень интересно. Многолетняя практика показывает, что люди, находящиеся в алкогольном опьянении переносят все вот травмы, болезни, такие ситуации, когда, казалось бы, они должны погибнуть, гораздо легче. Вот ты можешь как-то это объяснить вот с точки зрения того, что ты говоришь? Знаете, доктор Аркадий, я должна здесь признаться в том, что я никогда с таким не сталкивалась. то есть я как бы сама я сталкивался с этим я вообще не употребляю. Я поэтому просто знаю. Люди после травмы мне попадались обычно после травм тяжелейших и как бы они ну, в Израиле все-таки употребление алкоголя оно достаточно умеренное, поэтому те, кто мне попадались, они попадали в аварии не в алкогольном опьянении, поэтому просто у меня такого опыта нет. Уж извините, не могу ответить. Я тогда выскажу свою точку зрения. Предположение. Вероятно, можно говорить о том, что человек, который находится в алкогольном опьянении, он отличается от не находящегося одним интересным свойством. Он находится в расслаблении. Именно не напряжение обычное наше, а расслаблении. Прошу понять правильно, я вовсе не призываю, это чисто анализ этого. И вот это расслабление, к примеру, расслабленность приводит к тому, что когда человек выпивший падает, например, он не наносит себе таких физических травм, как это будет у человека, который напряженный. то же самое касается детей. Они падают и не травмируются именно потому, что они расслаблены в гораздо большей степени, чем взрослые. У меня тоже такая версия, кстати. Да, странно, но факт. Поэтому и тоже тут можно вспомнить, что вот это наличие или отсутствие напряжения и физического и другого, оно выражается в том, здоров человек или нет. То есть напряженный человек, он склонен к этому состоянию болезненному. И поэтому всякие поломки гораздо более возможны, чем у расслабленного человека. То есть это не обязательно должно быть именно с алкоголем, мы просто уже настолько неестественны, что многие из нас не могут, многие женщины сейчас из тех, что слышат, тут ливают головой, что мы настолько привыкли быть напряжением, что для некоторых вот мужчин, а может быть и женщин, алкоголь это способ снятия напряжения и раскрепощения. Есть такие вот люди, которые замкнуты, напряженные и могут начать говорить вообще просто расслаблено, только когда выпьют, к примеру. Повторяю еще раз, я никоим образом, не призываю к этому, это на уровне объяснения. То есть все может принести либо культу, либо культу. это болезнь. Это твоя интерпретация. Разумеется, чисто лингвистическое, из и из, отсутствие легкости, это состояние болезни. Я думаю, что причина может быть несколько в другом. Разумеется, но это, как я сказал, это разное, ну, какому-то опору, какие-то предположения, не более того. Не утверждение, это предположение и не категорическое. Так вот, мое предположение из того, что я вот сейчас подумала, почему такое может происходить при алкогольном опьянении? Просто потому, что, если вы заметили, что когда человек находится в сильном алкогольном опьянении, он как бы собой не владеет. То есть его душа, его как бы путеводитель, его пилот, она отсутствует. Она куда-то уходит. Ей там хорошо наверху, и как бы тело остается брошенное само по себе. Так вот, есть большая вероятность того, что тело, брошенное само по себе, оно живет как тряпочная кукла. То есть, ну, тряпочную куклу гораздо сложнее травмировать, чем что-то, скажем так, работающее. Потом душа возвращается, обнаруживается, ой, а что тут случилось? Собственно, я думаю, что эта теория не хуже, чем какой-нибудь дис-из. Дис-из – это не теория, это просто данность, факт. Так это называется в английском языке. Английский язык – это международный язык, и это не просто так. Настя. Так, Настя. Давай, Настя. Да, я хотела спросить, я как бы, ну, не сторонник там, вот конкретно там сильно заморачиваться по поводу там, а вдруг это по роду что-то, да, не наделано там никаких проклятий, а просто вот, да, где-то, как камень, да, вот коса на камень. Но все-таки я вот верю в душе, да, что вот это что-то есть, такое имеет место быть вообще в принципе, и наша жизнь, она где-то как-то, ну, вот переплетается, ну, скажем так, то ли с грехами предков, то ли как-то с их действиями, то ли с их какими-то накоплениями. Юсефа, как это можно проработать? Молиться за род или, может быть, как-то, ну, вот, ну, вот в этом аспекте? Потому что все-таки, получается, вот мои предки, да, как и ваши, многие, очень тяжелые времена были, были войны, было много убийств, голодоморы, и это очень тяжело, мы сейчас живем намного, ну, более добром, скажем так, в каком-то времени, и все-таки все это могло влиять на наши судьбы по итогу, да, если с этой стороны смотреть, как можно вот проработать это, чтобы и роду, скажем так, там нашему, да, на небе было легче, и мы здесь не расплачивались за их какие-то деяния? Знаешь, насчет рода на небе, чтобы ему стало легче, я тебе ничего сказать не могу, потому что, как бы, да, это как-то такое дело, кто их там знает, что у них на небе там происходит, и где они там вообще, вот, то, что касается нас, то да, то, что поступки, так сказать, рода влияют, это однозначно. Сто процентов, я тоже так думаю. Да, но я думаю, что влияют скорее действия, то есть действия, направленные, так сказать, на жизнь, на хорошее, они спасают, а вот действия, направленные на убийство, они не спасают. То есть, скажем так, истории, когда там какой-то предок, скажем, предал кого-то и продал, а потом его потомки очень страдают, такие истории есть. Вот, что с этим делать? Значит, практика показывает, что каяться, в общем-то, бесполезно, потому что через два-три поколения, то вот, скажем так, то повреждение в душе, которое получилось, оно меняет, как бы, конфигурацию, то есть, нет смысла каяться, там, за вот то, что сделали предки, там, или это как-то откупаться, да, то есть, ну, оно, как правило, не работает. нужно что-то другое, то есть, нужно понять, где вот эта поломка и что сделать, чтобы ее исправить, и у людей это занимает целую жизнь, как правило, то есть, человек работает над собой, он вот находит в себе, есть техники, скажем так, как находить вот эти поломки в себе, и есть техники, как их исправлять. Тут вот следующий вопрос, как добиться полного исцеления людьми самих себя самостоятельно, так вот, это вполне реально, скажем так, есть очень много случаев, когда человек может исцелить сам себя, но для этого человек должен обладать, как бы, двумя качествами, он должен обладать железной самодисциплиной, и он должен уметь не врать самому себе, вот, как это ни странно, вополнение к вопросу о практике. Как говорил ИСФ с нашей точки зрения, практика – это единственное, что важно. Можно много предполагать, можно много думать, знать. Все это, что касается вот этих всех вещей, это всегда это нечто придуманное, вариабельное, а даже если оно напрямую подтверждается какой-то жизненно, то это один из многих-многих аспектов, которые мы никогда не сможем увидеть, и это не важно. А важно, скорее всего, другое. Вот с точки зрения еврейской традиции, которую мы в том числе представляем, в том числе мы представляем, это самое важное – это правильное действие. правильное действие. Вот есть такая поговорка на северный шмак, то есть сделаем, и только потом мы сможем услышать, почувствовать, увидеть. То есть мы сначала должны что-то правильно сделать, именно правильно сделать. А без правильного действия все это пустые разговоры, ментальные конструкции, эмоциональные обсуждения, но к жизни это не будет иметь никакого отношения. Что конкретно предлагается? Опять, то, что скажу, это частичный ответ, частичное дополнение к тому, что ковылила Исефа, и частичное дополнение к тому, что мы еще скажем, и не только мы. Самое основное, это с точки зрения еврейской традиции, это жить правильно, стараясь сделать так, чтобы в миру, а твое присутствие в мире стало лучше. Вот эта вот фраза «возлюби ближнего», основа себя, многие считают, это основа христианства, это основа еврейской традиции. Взято, перенесенное христианство. «Возлюбить самого себя как ближнего своего». Для этого нужно возлюбить самого себя. Тогда уже ты сможешь возлюбить других. При этом, возлюбить это не на уровне ментального, это на уровне просто действия. И основано, прежде всего, еще на благодарности. Мы слишком неблагодарны. Поэтому то, что мы получаем... А у нас был другой немножко, ладно? Да, я знаю, что ты говоришь. Выслушай, пожалуйста. Это и все. Проблема действительно в том, что мы слишком неблагодарны. И если говорится о еврейской традиции, вот это основа основ. Это благодарение, это то, к чему должны приучаться люди согласно живущей еврейской традиции. самое первое, что произносит вот верующий еврей мужского или женского, вполне важно, ребенок, самое первое, что утром произносится, когда человек открывает глаза, произносится благодарение. Модэ они. Вот это вот основа правильного действия, правильного отношения. Сколько бы мы... Вот мы хотим что-то исправлять, зачем? Чтобы лучше что-то стало в жизни. Правильно? Не просто так исправлять. Но проблема тут не только в том, что мы недостаточно получаем хорошего, а проблема в другом, что мы это не воспринимаем. Мы отучились видеть хорошее в окружающем. Мы выискиваем внешне, внутренне какой-то негатив, какие-то подтверждения в своем переживании. Даже когда мир окружающий нам дает что-то хорошее, мы это... Отнюдь не всегда мы это воспринимаем. И когда мы говорим, вот нам не хватает хорошего, проблема иногда именно в том, что мы это просто не принимаем, как хорошее не воспринимаем. Второе, это укрепление в нашем поколении уже немножко утеряно где-то. Веры... Не веры, а связи с природой, с миром, с Творцом, с Богом. Можно много названий произносить, но по сути это еще и связь с внешним миром и с внутренним. Вот отсутствие связи с внутренним миром это и есть, собственно, аутизм, который есть проявление того, что мы сами внутри себя, мы тоже разроднены, мы не имеем связи между собой, а, собственно, связующим звеном является, скажем так, духовный свет, это связь с Богом, это второе, или первое, точнее говоря. Ну и третье все-таки и основное это правильное действие. Правильное действие и вот в идаизме есть прямой даже ответ о том, что спасает от тяжелой судьбы пожертвований. стакан. Вот этого точки зрения еврейского традиции опять-таки это небольшая часть. Ну, касательно вот именно того, что мы говорим. О том, как конкретно можно улучшить жизнь, как можно отработать. Первое, духовное учение, изучение Святых Писаний в том числе, стараться жить, называется, по совести человек, который уходит перед Богом и помогать другим пожертвованиям. Что-то хорошее делать. Вот это основные инструменты. Все остальное, типа, а вот мы пойдем, вот мы это отработаем через какой-то тренинг, через обращение к кому-то, это в лучшем случае дополнение, но это не есть основное. Как показывает практика, оно без основного мало что дает. Закончим. Жить нужно так, чтобы за наши грехи наши дети и наше будущее поколение не было. Понятие грехов это вовсе не. Ну, не грешности, да, ну вот, я поняла, о чем ты говоришь. Стараться делать все хорошо. И для чего нужны вот эти поиски ошибок прошлого? А для того, чтобы сейчас исправить. Вот сейчас делать что-то, что будет вот это исправлять. Как-то мы не задумываемся об этом самому-соборозу. А зачем ищется? А вот в прошлом, я тоже мне не очень как бы близок такой подход, но тем не менее. А вот какой-то предок в прошлом вот что-то не то сделал по отношению к другим вот такому-то плане. Например, гнев. Пример, вот с воздуха взял. Хорошо, отледить это в себе. Если это есть проявление гнева, значит, сделать так, чтобы перевернуть его на противоположное, положительное. и если кому-то навредил вот этот гнев из ближних, из кого знаешь, это исправить, не в смысле подойти и искать, извини, пожалуйста, нагадилось, сделать человеку хорошо, как-то исправить и другим тоже в большей мере. Следующий вопрос. Нет, не следующий. Возвращаемся к тому же вопросу, поскольку мы прослушали лекцию, так сказать, на тему морали, а то, о чем я говорю, к морали отношений имеет очень мало. Значит, возвращаемся к исцелению людей самих себя. Так вот, все, что сказал Давид, это все очень красиво и хорошо. И, наверное, если так жить постоянно, то, возможно, в будущих поколениях все будет замечательно. И, скорее всего, даже будет, потому что мы, собственно, наблюдаем такие семьи здесь, вокруг нас. То есть, когда люди поколениями живут вот именно так, то, действительно, все очень неплохо. И, например, есть такое утверждение, что, если кто-то оказывается рядом с местом, где произошел, например, теракт, ну, я думаю, что все знают, что какое-то количество лет назад в Израиле было много терактов, взрывались автобусы. Так вот, люди, которые оказались там недалеко, нет, те семьи, которые погибли, там, это однозначно для них считается, что у них есть духовная проблема, и они должны заниматься исправлением именно духовной части. Но если человек просто оказался там же рядом, то, значит, человек тоже должен заняться, так сказать, просмотром своей жизни и понять, что он делает не так. Но это как бы один уровень, один аспект. Мы говорим сейчас про физические заболевания, а с физическими заболеваниями там немножко по-другому. То есть там все-таки придется работать с конкретной этой поломкой, и там, скажем так, одной благодарностью не отделаться. Это довольно тяжелая работа. Желательно, чтобы помогал кто-то, кто это делать умеет, и тогда возможно действительно починить поломку, скажем так, в верхнем уровне души, и тогда, скажем так, по минимуму наступит улучшение, а в лучшем случае, если удалось починить все, то и можно выздороветь. Это касается не только гепатита В, это касается очень многих заболеваний, скажем, онкология, это одна из них, хотя с ней очень как бы опасно самому играть, потому что можно потерять время очень легко. Но, в общем, да, такие техники существуют, и это вполне как бы реальность нашего мира, и, в общем, скажем так, отрицать это не приходится, оно есть. Так, следующий вопрос. С чем может быть связано то, что в семье мужа многие дети болеют? Сестра родная была с ДЦП, позже умерла. У наших детей аутизм, у племянника мужа раз. Ну, тут надо разбираться, потому что явно что-то есть общее. До этих случаев все дети были в роду здоровы. То есть, что-то произошло в какой-то момент, и что-то там исказилось, что-то повредилось. Это нужно работать, скорее всего, со всей семьей целиком. Так вот, сходу это сказать нельзя, потому что причин, почему возникает ДЦП, море. Например, скажем, был у нас случай, когда ребенок с ДЦП родился в семье, где то ли дедушка, то ли прадедушка, уже сейчас и не вспомнить, был осведомителем еще во времена сталинских репрессий. и он написал донос на своего друга, хотя он знал, что донос ложный. Но он это сделал из каких-то совершенно таких соображений конъюнктурно-денежных. В общем, сам дедушка прожил вполне хорошую жизнь, ему было хорошо, детям уже было не очень хорошо, а вот внук родился с тяжелым ДЦП. так что не знаю, это так вот, скажем так, вариантов может быть великое множество, и что конкретно было вот именно у этой конкретной семьи, так сход сказать нельзя. Дополнение от меня, все-таки людей интересует практическая сторона, конкретно какие методы могут быть. Мне довелось быть знакомым с достаточно большим количеством практических методов, которые занимаются в том числе этим. Как уже сказала ИСФ, и она, и я, мы не стараемся, стараемся как бы не затрагивать этот план без особой какой-то необходимости, потому что здесь все может быть действительно, можно понапридумывать кучу всяких картинок, и которые к жизни, во-первых, не будут иметь никакого отношения, даже если будут ощущаться, что вот это вот именно так. С другой стороны, пользы от этого тоже может казаться никакой, а может быть наоборот. Из того, что существует в мире, из того, что лично мне самому известно, и что может принести в пользу, опять-таки, может, это не есть рекомендация, это просто с точки зрения, что это может при правильном руководителе этого процесса это может оказать некую пользу. это такие очень известные техники, это, во-первых, разные техники для отслеживания духовных причин в поколениях. Это техника, которая называется древо жизни, она используется в нейрологистическом программировании. Давай ты про это отдельную лекцию сделаешь. Я сейчас очень кратко, два-три названия. Сейчас это просто неуместно. Абсолютно. Давай, у нас вот есть конкретные вопросы с конкретной темой. Хорошо, ладно. Здравствуйте, Юсефа. Скажите, как влияет вообще папа и его род на ребенка с нарушениями? Еще один вопрос. Имеет значение полуребенка, мальчик-девочка, когда рождается с нарушениями? Ну, вообще считается, что души детей приходят со стороны папы. То есть, папа приносит душу, которая воплощается в маме. И, собственно, я имела, скажем так, возможность убедиться со своей стороны, что это действительно так. То есть, душа приходит, и мы ее принимаем, и мы ей даем тело, и мы ее выращиваем дальше. Вот. Но сама душа, она приходит из рода папы. Поэтому, особенно это касается мальчиков, хотя, как бы, девочки тоже. Ну, в общем, девочки могут, скажем так, я видела и оттуда, и оттуда, но все-таки со стороны папы, собственно, для чего нужен папа? Душу принести? Вот он ее и приносит. Пол ребенка, естественно, имеет значение, потому что, как бы, мы по-разному совершенно существуем в этом мире, мы по-разному на него воздействуем, и мир по-разному воздействует на нас. То есть, собственно, у нас разные задачи в этом мире, поэтому неизбежно, что, как бы, да, разница есть. Так, следующий вопрос. Диагностировали системную волчанку. Может, это и не в тем, но я все-таки решила задать его в давно депрессивном состоянии. Так, значит, насчет системной волчанки. Значит, у меня были пациенты с системной волчанкой. То, что я, лично я видела у этих людей, никакой кармы там близко не было. То есть, это связано с этой жизнью. То есть, люди заболевали, скажем так, будучи, в общем-то, изначально в разбитом состоянии. То есть, депрессия, она скорее была до того, как потом возникла эта волчанка, чем после. То есть, потом она, конечно, уже еще ухудшается, особенно там, скажем, я не знаю, как там у вас, вот, у кого волчанка, но в Израиле ее лечат достаточно тяжелыми лекарствами, которые, среди прочего, меняют цвет кожи. То есть, белая девочка превращается, в общем-то, почти в негритянку. То есть, это просто известный побочный эффект этого лекарства. И понятное дело, что многие, конечно, с трудом переживают подобное. Ну, не говоря уже о том, что и сами лекарства, они очень портят качество жизни. То есть, там возникают всякие побочные эффекты и страдают другие органы. С другой стороны, как бы это лекарство продлевает жизнь при этой системной волчанке. В общем, то есть, наверное, его нужно как бы принимать, но я специально в этом как бы не разбиралась. Но, в общем, то, что я видела, это, скажем так, у нее есть возбудитель. То есть, возбудитель, который еще не определен, но это не просто так. То есть, это не на пустом месте возникает, это примерно по тем же причинам, почему возникают тяжелые вирусные заболевания. Повреждается, в первую очередь, поджелудочная железа, повреждается печень и повреждается много чего другого. Я ответила на вопрос или есть еще? Так, следующий вопрос. Суицид предков со стороны папы может иметь влияние на потомков, как вы считаете? Ну, вообще считается, что самоубийство кого-то из предков это как проклятие на потомках. Я как бы, к счастью, мне не приходилось иметь дело с таким, поэтому, в общем, я из своего опыта не могу ничего сказать. Ну, в общем, да, вот такое мнение есть, что это тяжелая вещь. А, вот этот ответ про волчанку. Да, до того была депрессия, только вчера поставили диагноз. Ну, что, с этим диагнозом вполне можно жить. То есть, просто надо понимать, что лекарства, они тоже как бы не безобидные. И, в общем, я так понимаю, что если поддерживать здоровый образ жизни и следить за собой и заодно прислушиваться к себе, то вполне можно вести нормальную жизнь. По крайней мере, скажем так, одна из тех, кого я знаю с системной волчанкой, кто у меня были, живет вот недалеко от нас, вполне ничего. Да, она поправилась, это правда. Но, собственно, все остальное вполне, она функционирует нормально. Так что, я не думаю, что есть смысл впадать прям в большую депрессию. Если вопрос стоит там, скажем, о беременности, о будущей, то это нужно как бы посоветоваться с врачами, потому что я просто вообще понятия не имею, как можно ли беременеть с такими лекарствами. То есть там лекарство наверняка достаточно тяжелое. Так. Итак, к чему вот это вот вопрос? Так. А, это еще не дозаданный вопрос. Оль, скажи просто вслух, какой вопрос ты хотела? Добрый вечер. У меня какие-то вопросы не знаю. Как бы, вот у нас в семье трое детей, старший брат, я младшая сестра. вот у нас у всех у троих проблема была, как бы все брать с милкой, сестра замыслышала, я замысл, долго не могли родить детей. Я очень плохо слышу тебя. Ты можешь как-то более четко так говорить, потому что смазано. Такая ситуация, что вот нас трое в семье, брат старший, я, младшая сестренка, и мы как бы долго не могли родить детей. У них до сих пор нет детей, а мы как за семь лет сумели родить, и как бы вот вопрос в том, как бы так уж ладно, не буду я задавать. Ну, почему? Задавай, там просто, если это семейное, то напишем в Литку, поговорим. Еще есть вопросы? А душа и характер как-то связаны или нет? Связаны. Связаны. Собственно, характер определяется душой. Его можно потом подкорректировать воспитанием, но он все равно остается такой, какой он есть. Но душа взрослеет и растет, и развивается, и, соответственно, меняется характер. Так что надежда есть всегда. Да, если ребенок родился с тяжелым характером, то это не приговор. Ясефа, а вот дополнение, в гораздо большей степени в данной ситуации на ребенка влияет характер родителей и других родственников. Характер родителей, он, скажем так, плоть от плоти, кровь от крови, что делать? Конечно, влияет. Если не в генетике, а вопрос только именно в обстановке в семье. Все может быть по-разному. Не только в обстановке, дело именно еще в том, что, да, ребенок, он очень часто похож на одного из родителей. И это, кстати, очень видно. Вот, например, если приезжает там ребенок, который настолько, скажем, болен, что вообще непонятно, какой же у него характер, а потом он начинает приходить в себя и пробуждаться, то у него вдруг прорезываются черты характера, как у папы или у мамы в детстве. Некоторые вот только недавно сказали, что вдруг ребенок стал походить вдруг на маму. Это вы про маму? Да, тот это сказал недавно. Это я говорила вам. Ну, это не только ты, это много кто. Не, в принципе, пока ребенок сильно болен, то его характер вообще не определяется. То есть, и знать, какой у него характер, можно только действительно, когда он уже начинает приходить в себя. Но родители могут поглянуться на себя, если сами они, так сказать, добрые, покладистые, то, скорее всего, ребенок по своей натуре тоже такой же. То есть, в большинстве случаев. Бывают, наверное, исключения, но все-таки не очень часто. Пошел вопрос один. Конечно. Так, вот если, допустим, родовая травма у ребенка была в детстве, да, мы просто не можем пока найти нужных врачей. У ребенка идет самоагрессия. То есть, ребенок сам себя истязает, и мы не знаем просто, что делать. Напишите обо мне, это нечто другое не то, что вы думаете. Это, да, это, скорее всего, связано с его физическим состоянием. Надо сначала разбираться, что у него происходит. скорее всего, у него... Ребенок сам себе помогает в такой ситуации, но опять-таки, вопрос ко мне... И ребенок так либо разряжается, либо еще какие-то... Это не разряжение, это само лечение. Но оставим, это слишком там много нюансов не сейчас. Прошу мне написать. Спасибо. Я могу сказать так, что буквально вот сейчас, сегодня я получил одно сообщение от женщин, которые тоже даже принимают участие в этом сеансе из-за родителей. Тоже пообратились к поводу достаточно взрослого, ребенка, 18 лет, и там была им самоагрессия. Почему-то это все после того, что мы сделали, провел сеанс и так далее, все это исчезло. Это не самоагрессия, это другое. Это не что-то деструктивное, разрушающее, хотя оно внешне выглядит так, немножко другое. Просьба мне, если интересно услышать мою практическую точку зрения, просьба мне написать. Кто не говорит, просьба, отключите свой звук. Next. Так, ну что, еще вопросы у нас есть? Если нет, то я хочу всех поблагодарить за замечательное поздравление. Прекрасная сказка получилась. Мне очень понравилась. Честно говоря, сказка получилась очень умная, я вот ее буду еще перечитывать и буду думать, потому что мне прямо хочется медитации сделать на тему, которую вы там подняли. Ну вообще, кстати, эта сказка показывает тоже, сколько вообще детских травм есть у нас. То есть каждый из нас, когда растет, то это период очень тяжелый. И, собственно, и для ваших детей то же самое. И травмы возникают совершенно неожиданно. То есть родители не хотели, наверное, их наносить, но они возникли, эти травмы. И теперь, как бы, да, мы уже, как взрослые люди, с ними работаем, мы их отрабатываем, мы изменяемся, развиваемся. Вот. Так что спасибо большое за такой вклад. Ну, собственно, я рассказала то, что я вот мне казалось правильным рассказать. Если у кого-то есть еще вопросы, то можете писать. Разумеется, это только часть была, все невозможно было в такой... Да, эта тема, она слишком сложная, поэтому, как бы, лучше брать, конечно, конкретные аспекты. И то, что важно понять, то, что мы высказываем, это наша точка зрения, которую мы просто делимся. Мы не навязываем, не предлагаем в качестве единственного правильного взгляда на мир и так далее. Ну, просто был вопрос и есть ответ. Тот, который нам кажется правильным. Опять-таки, мы это просто поделили своей точкой зрения. Это не есть категорические рекомендации. Это предлагаем принять внимание, расспрашивать. Спасибо. Всего доброго всем. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое.